Мой гость в глобальном диалоге сегодня Оливер Варгей, европейский комиссар по вопросам соседства и расширения. Мы в Брюсселе в ожидании саммита ЕС Западные Балканы. Хочу понять, как сегодня идет процесс интеграции. Комиссар, спасибо за участие в программе. Большое спасибо за приглашение. Прежде всего спрошу, в это нестабильное время, на фоне войны в Украине и энергокризиса, почему расширение на Западные Балканы должно быть в приоритете у ЕС. Я думаю, что если у этой войны есть положительный результат, то он в очень четком оформлении понимания необходимости расширения Европейского Союза. Мы видели, как три страны-соискателя, наиболее пострадавшие от войны в Украине, которую ведет Россия, сразу же решили подать заявку на членство. Они рассматривают это как единственный инструмент, единственную возможность, единственную долгосрочную гарантию мира, безопасности и процветания. Сейчас совершенно ясно, что если Европа хочет обеспечить себе мир, безопасность и процветание в долгосрочной перспективе, она должна расширяться. Понятно, что если регионы вокруг ЕС не будут частью европейской семьи, их уязвимость возрастет. Считаю, что война показала Европейскому Союзу, насколько интеграция Западных Балкан, а затем и стран Восточного партнерства, отвечает нашим интересам. Что может привнести в этот процесс предстоящий саммит ЕС Западной Балканы в Тиране? Есть очень важный элемент, о котором всегда забывают. Я говорю о полном вовлечении, включении западно-балканских партнеров во все наши внутрисоюзные переговоры и дискуссии. Так мы сможем сообща говорить на темы, которые волнуют всех нас, обсуждать стоящие перед нами проблемы. Например, энергетика. Энергокризис в Европе не знает границ. Аналогичная кризисная ситуация наблюдается сегодня и на Западных Балканах. Или возьмем проблему миграции. Она касается всех нас. Ведь миграционное давление на Западно-Балканском направлении одновременно является давлением и на остальную Европу. Таких примеров я могу привести много. Есть и совершенно конкретные решения, которые мы можем принять вместе с Западными Балканами и так активизировать их участие во многих областях европейской политики. Например, мы надеемся подписать соглашение о мобильном роуминге, которое позволит Западным Балканам войти в нашу зону. Это значит, что европейцы, посещающие Балканы, а также балканские граждане, приезжающие в ЕС, смогут, пользуясь своими телефонами, платить по тарифам Евросоюза. Одна из стран-кандидатов, Сербия не присоединяется к режиму санкций ЕС против России. Сможет ли она сохранить кандидатский статус и воспользоваться правом отказа от санкций ЕС? Не думаю, что у них есть право не присоединиться к санкциям. Мы видим, что Сербия в особом положении по сравнению с другими частями Западных Балкан. Напомню, что стране еще предстоит завершить работу по линии белградско-причтинского диалога, чтобы достичь соглашения об условиях существования. Мы видим, что уязвимость Сербии в плане российского влияния гораздо выше. Мы не должны забывать, что страна наш союзник. Мы так и должны относиться к Сербии. Она голосовала вместе с нами на всех сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, осудив Россию за ее действия в Украине. Для меня это очень сильный политический сигнал. Что касается санкций, нам предстоит наблюдать поэтапное, постепенное выравнивание позиций. Уверен, что это произойдет. Но для начала мы должны решить, как мы можем обеспечить гарантии безопасности и стабильности для Сербии в долгосрочной перспективе. Вы упомянули диалог между Белградом и Приштиной, направленный на нормализацию их отношений. Каков может быть результат? Думаю, мы все знаем, каким может быть результат. Я имею в виду признание Сербии, Косово в качестве независимого государства. Но для того, чтобы это случилось, предстоит пройти еще долгий путь. На мой взгляд, для достижения этой цели необходимо подготовить настоящее политическое соглашение, которое предоставит достаточные гарантии, как для Сербии, так и для Косово. То есть, принесет обоим долгосрочный мир и безопасность. В последнее время СМИ говорят о неофициальном франко-германском документе или инициативе, который предлагает вариант разрешения этого вопроса. Вы его видели? Он может привести к прорыву? Я видел его, и думаю, что документ может заложить основу для долгосрочного соглашения. Но там есть элементы, по которым нам нужно продолжить работу. Сначала считаю, необходимо восстановить доверие к диалогу. Вот почему было так важно договориться по вопросу об автомобильных номерах, убедиться, что мы движемся по пути реализации предыдущих соглашений. Когда Европейский Союз может отменить визовый режим для граждан Косово? Мы надеемся, что это произойдет к концу года. Мы видим, что Европейский Совет очень продвинулся на этом пути. Думаю, что Чехия, как председатель, нашла способ урегулировать вопрос. Мы ожидаем решения в ближайшие несколько недель. Надеюсь, что в последнюю минуту никаких неприятных сюрпризов не появится, и мы, наконец, сможем предложить безвизовый режим для Косово. Это последняя страна образования в регионе, которая на него пока не перешла. Давайте немного поговорим о Боснии и Герцеговине, где сепаратизм представляет реальную опасность. Вы только что встретились с Миллардом Додиком, лидером боснийских сербов. Считаете ли вы его надежным партнером в том, что касается европейского пути развития Боснии? Конечно, политика всегда увязана с личностями, но ситуацию определяют не только они. Моя поездка принесла мне много сюрпризов. Я увидел, что ситуация начала меняться. И в плане очень четких результатов выборов, с понятным перевесом, и на уровне Федерации в Республике Сербской, и в плане реакции на наше предложение Европейскому Совету предоставить стране статус кандидатов члена ЕС. Похоже, что до конца года могут быть и другие позитивные сигналы. Мы ждем подтверждения со стороны боснийских властей. Если все пойдет хорошо, мы увидим быстрый пуск новых институтов. На мой взгляд, это очень хорошая новость. Я должен отдельно отметить вклад президента Республики Сербской. Я думаю, что это очень хорошая новость. И в этом один должен отметить также поддержку президента Республики Сербской. НПО регулярно предупреждают о так называемом демократическом отступлении в Сербии. Как Вы оцениваете ситуацию с верховенством закона в этой стране? Думаю, что нам удалось в корне изменить не только восприятие, но и практический подход властей к концепции верховенства закона. Основные реформы проведены. Я имею в виду референдум по судебной системе, внесение весомой поправки в Конституцию по поводу судебной системы, программу «Свобода СМИ». Разумеется, работа должна продолжаться. Думаю, сербским гостям стало ясно, что общий прогресс переговоров о вступлении в ЕС в рамках нового подхода зависит и от прогресса, достигнутого в области верховенства закона. Наше предложение предельно ясно. Мы готовы идти быстрее. Это заложено в новой методологии. Но нам нужно, чтобы и страны-кандидаты шли быстрее. Так что, если Сербия активизируется в вопросе обеспечения верховенства права, мы сможем сообща ускорить продвижение вопроса о вступлении страны в ЕС. Продолжим тему демократии и верховенства закона на Западных Балканах. Знаю, что вас критикуют некоторые европарламентарии. Они говорят, что вы пытаетесь преуменьшить масштаб проблем в отдельных странах, например, в Сербии. Что вы им ответите? Прежде всего напомню, что именно я предложил поставить в Центр переговоров о евроинтеграции вопрос верховенства закона. Новый подход к переговорному процессу был предложен Европейскому Совету в феврале 2020 года, то есть в первые месяцы работы нынешнего состава Еврокомиссии. Речь идет, как я уже объяснял на примере Сербии, о еще одном критерии оценки прогресса на переговорах о вступлении. Так что обвинения в мой адрес в принижении верховенства закона больше похожи на политическую игру, чем на реальную и обоснованную критику. То есть вы считаете себя нейтральным игроком в вопросах расширения? Почему бы и нет? В противном случае я просто не занимался бы этой работой. Давайте поговорим о Северной Македонии. Она может служить примером того, как порой процесс расширения тормозится долгие годы. Страна ждала переговоров в 17 лет. В момент, когда они готовы были начаться, их заблокировала Болгария. Каковы перспективы того, что на Западных Балканах удастся преодолеть националистические дебаты с соседями? Что вы имеете в виду под националистическими дебатами? Ну, вы знаете, почему болгары блокируют переговоры? Это связано со статусом болгарского языка и с требованием признать болгарское меньшинство как актив национального строительства? Думаю, что все гораздо сложнее. Так, копенгагенские критерии для вступающих в ЕС, а также политические критерии требуют уважать права людей, принадлежащих ко всем меньшинствам. В случае с Северной Македонией и Болгарией это давняя проблема. Другим требованием в рамках копенгагенских критериев значатся добрососедские отношения. Такое требование, кстати, было всегда. И не забывайте, что любое расширение требует единогласной поддержки стран-членов. Ведь это не вопрос внешней политики, не просто аспект хороших отношений или сотрудничества для развития. Нет, это гораздо объемнее, это более фундаментально. Речь идет о приеме новых членов в наши структуры. Речь идет о внутренней политике Европейского Союза. Вот почему к подобным проблемам всегда нужно относиться серьезно. Я очень рад, что вместе с французским председательством мы смогли определить условия, политические и правовые рамки, с помощью которых и ЕС и эти две страны смогут разобраться в вопросе преодолеть трудности. Так или иначе, на Балканах подобные проблемы всегда повторяются. Может ли расширение Западных Балкан произойти в нынешних правовых рамках Европейского Союза? Вы упомянули единогласия, например, а Европейский парламент ставит это под сомнение. Европарламент, как обычно, дает рекомендации о работе Европейского Совета. Но я бы оставил Совету право решать, по каким правилам, в каких условиях он хотел бы работать. Я бы точно не стал давать рекомендации Совету. Не считаю реалистичной перспективу отказа от принципа единодушия в таком важнейшем вопросе, как расширение, которое, в числе прочего, требует ратификации поправок к учредительным договорам. Президент Макрон предложил перейти в ЕС к модели европейское политическое сообщество. Она становится реальностью. Многие считают, что балканским странам не следует получать полного членства в ЕС. Им нужно предложить некое расширенное сотрудничество. Как вы на это смотрите? Я не помню, чтобы Макрон говорил именно так, как вы цитируете. Но я хорошо помню, что при внесении предложения было ясно сказано. Этот формат не вытесняет членства, расширения. Мы уже видели на первой встрече, как важно сохранять близость с соседями. Если наши соседи не будут нашими ближайшими союзниками, как Европе стать тогда глобальным игроком? Как поддержать евроэнтузиазм в обществе на Западных Балканах? Мы видим, что в некоторых странах региона растет скептицизм. Там люди думают, что Европа слишком далеко. Я бы поспорил с этим. Но базовый посыл вашего вопроса я принимаю. Вы исходите из того, что люди не понимают, когда и как произойдет интеграция. Это большая политическая ошибка, которую совершила предыдущая комиссия. Напомню, что она начала с того, что сказала «нет» расширению. «Европа отвернулась от Западных Балкан своих соседей». Неудивительно, что это ощущается и сегодня, ведь люди помнят. «Если вы посмотрите на сделанное нашим составом комиссии, то поймете, что мы предприняли все, чтобы, во-первых, вытащить проект расширения из угла, куда его задвинули наши предшественники, а во-вторых, вернуть его в политическую повестку дня. в-третьих, мы предложили посмотреть за пределы институционального пузыря, отойти от вопросов типа «какие страны? Сколько? Когда? Кто? Кандидата? Кто? Нет?» И посмотреть на реальную интеграцию на местах. Мы хотим понять, когда эти страны смогут догнать Европу в плане социального и экономического развития, когда их население получит тот же доступ к европейским рынкам, а мы к рынку их региона. Параллельно с новой методологией переговоров о расширении, которая подняла градус доверия к евроинтеграции, мы положили на стол надежный содержательный экономический и инвестиционный план для Западных Балкан. Он предлагает мобилизацию 30 миллиардов евро, а это треть ВВП всего региона. С его помощью мы решаем основные проблемы. Нам нужны новые торговые маршруты, нужны автомобильные и железные дороги. Нам нужна новая энергетическая система, возобновляемая энергия, альтернативные источники газа и электричества. Нужна и новая система образования, чтобы люди получали навыки, с которыми смогут найти работу. С опорой на эти элементы мы должны ускорить рост и создание рабочих мест. И еще один очень важный элемент, мы также продвигаем региональное сотрудничество. Став рано или поздно членами ЕС, страны региона должны наладить между собой тот же уровень взаимодействия, который мы имеем между государствами Евросоюза. Через такое региональное партнерство, кстати, вполне возможно обеспечить еще одну треть ВВП. Итак, у нас есть план, теперь он начинает приносить плоды, давать результаты. Вы увидите роуминг в действии. увидите, как появляются автомагистрали, увидите новые энергетические проекты, в которых Европа будет лидером. По вашим оценкам, какая страна следующая вступит в ЕС и когда? Я не занимаюсь подобными прогнозами. Надеюсь, что к концу моего мандата у нас будет хотя бы один соискатель, который закончит переговоры о вступлении. Комиссар Оливер Варгей, большое спасибо за интервью. Большое спасибо.